И снова всем привет, друзья! Снова с вами Mixed Carriera на канале UDZ и на канале Derby EFC. Мы продолжаем нашу карьеру за мужской Челси и женскую Барселону в режиме турнира. И сейчас мы с вами начинаем наш очередной 35 выпуск с матча против Nottingham Forest. Перед тем, как мы начнем нашу игру против Nottingham, я вам покажу календарь наших игр. Календарь игр вот такой. В три оставшиеся игры, одну из которых мы увидим сегодня в нашей Mixed Carriera, и последняя игра на кубок будет считаться последним выпуском в нашей Mixed Carriera наряду с матчами женской Барселоны в Лиге Фемини Файнворк. Так вот, три игры, оставшиеся в английском чемпионате в премьер-лиге, это Nottingham, Brighton и Bournemouth. И последняя игра этого выпуска, последняя игра последнего выпуска, которая намечается, возможно, на июнь месяц, против Манчестер-Сити на Кубок Англии. Так вот, финале сродятся на Кубок Англии, Челси и Манчестер-Сити. В Лиге чемпионов в финале Лейпциг-Манчестер-Сити, Рэдбул Лейпциг-Манчестер-Сити, в Лиге Европы Баруси-Дорфман-Вестхэм-Юнайтед. Буквально, скажем, англо-немецкое противостояние в Лиге Европы-Лиги чемпионов, но в Лиге Конференции Фиорентино и Айнтракт сыграют в Лиге Конференции в финале 29 мая. Таким образом, у нас 4 финала, но один из них мы покажем в последнюю очередь в нашей микс-карьере. И, конечно же, посмотрим с вами табличку чемпионата Англии. 89 очков у Челси, 77 у Арсенала, 74 манчестер-Сити, плотно они их догоняют в борьбе за серебряные медали. Бронз уже никто не вручает. 69 у Манчестер-Юнайтед, 66 у Астанвилла, и они догоняют их за топ-4 в лиговом стейдже, лиги чемпионов. 60 у Тоттенхэма, 59 у Ливерпуля, в борьбу за, так или иначе, Лигу Конференций, или Лигу Европы, так или иначе. Брэнфорд, 48, 46 у Вестхэма и у Эвертона, Нью-Касл к ним подбирается, Рензель-Парабочный минус 5, Вульверхэмптон 42, Борнут 40, 39 у Кристо-Палса, 38 у Брайден, 35 у Ноттенгэма, 32 у Фулхэма, 28 у Шеффорд-Юнайт, 27 у Лютонтаун, 24 у Бёрнли. Три клуба Шеффорд, Лютон и Бёрнли выбывают предварительно из премьер-лиги в чемпионшип-лигу. Вот три последних матча, которые мы с вами увидим на протяжении всей этой микс-карьеры. Этого марафона, который мы увидим с вами с октября 2023 по июнь месяц 2024 года. Практически начало июня, без нескольких дней уже в июне месяце. И начинаем мы игру, но перед тем, как мы начнем игру, давайте пропустим тренировочную сеть. Пресконференции тут нет, а поэтому тренировочную сеть пропустим. И вот, дорогие друзья, мы приступаем к нашему составу. Нотиньем Форест, наших соперников. Тактическое видение контратака, не включив игроку в атаке и в защите. И вот какой состав. Одессе, с Филиппи, капитан команды Брэнд, Вейтка, Тони Монтель, Тафола, Андрей Сантош, Данилу, Эланга, Эмбол, Хатсену, Дуэи. Нотиньем Форест, схема 5-2-3. Запасные сангар, Орие, Арсулини, Тернер, Авунии, Деннис и Аина. Последние 5 матчей, поражение, ничья, победа, поражение, поражение. В статистике, давайте пробежимся. У нас, среди тех, кто выступал вообще, Изабевал Голэй, Антони Ланга, Каум Хатсенадуи, Эммануэл Деннис, Брил Эмболу, Брайан Джиль, Николас Домингес, Таймо Авунии, Туно Товареш, Диво Кориги, Неку Вильямс, Рикардо Ричардо Сулини, Сэрж Орье, Гарри Тафоло, Андрей Сантуш, Чиху Куяте, Данилов Филиппи, и больше никого мы не видим. По желтым карточкам давайте пробежимся. Колум Хатсенадуи, 6 желтых карточек, 5 у Гарри Тафоло, Мусани Ахатая, 3, 2 у Гансела Монтири, по одной желтой карточке имеют Авунии, Жиль Сантуш, Сангар, Домингес, Филиппи, Гаттони, Гибз, Вайт. И дальше, по-моему, все. Одну красную карточку имеет Энтони и Ланга. И, по-моему, все у Нотингема. А мы начинаем нашу сегодняшнюю программу с составом Челси, который вот освежился немного немало. Играем мы на Сити Граунд на домашней арене Нотингем Фореста. Крейг Пост на битерстричи, и вот состав Челси. Донарума в воротах у Челси. Кукуреле Дизази, Джеймс Силва, 4 защитника Бенасер, Фернандес, два опорных. Мбапе перегринел Азан и Джексон нападающий. Начинаем игру. Итак, мы начинаем матч против против Нотингем Форест. Первый пас Крейг Постаялся, игра стартовала у нас. Кукуреле на Мбапе. И первое нарушение правил со стороны Нотингема. Такой мелкий фолик небольшой, но все-таки Кукуреле отправит мяч туда в штрафную площадь. Нотингема. Вот их стадион City Ground. А я вам напомню, что некоторыми неделями назад, некоторыми неделями назад, дистанция ворот 50 метров, Кукуреле подает. И неудачно. В прессинге сыграл красиво. Энце Фернандеса, Блаходимос сейчас мы видим в воротах. Решили все-таки не откладывать ящик. Вот снова Энце Фернандес, туда Номбапе. Удар поворотом, и снова Блаходимос. Так вот, возвращаясь к Индиш футболлик, ее лицензии в eSports FC, то она остается, остается, как ни странно, в главной игре футбольного, футбольной иерархии eSports. Это eSports FC. Она остается, вообще-то, в какой-то момент, в итоге, просто вышвырнут. Джексон и удар поворотом, и гол 1-0. Челси впереди. Пробил он Блаходимоса, равно как и стенку из двух защитников. Прошли поздравлять Мбапе, Лозана, и вы видели еще один игрок в обороне, по-моему, кто-то бы получил, неважно как. В общем, 1-0 перенеселся, по истечении 5-10 минут мы завели сами. И вот сейчас у Николаса Джексона больше мячей, больше, скажем так, 15 мячей в английском чемпионате в премьер-лиге. Мы сейчас увидим вверху нашей сегодняшней табличке, бомбардирского засчета на ваших экранах. она сейчас появится. Итак, Челси на Тингем, пока 1-0, и надо еще решать в этой обороне, что нужно делать. 89 очков в арсенале, 77 очков в Челси, 74 в матче в тренинде. А тем временем у нас первый удар в повороте и достал буквально Донарумыч. Мбапе. Однажды мы привели на Тингем с такой позиции, когда, когда, во-первых, ошибался на Тингем в выборе позиции. И как только начинается проблема в обороне у Натингема, Челси просто дарит и раздавляет как орех. удар по воротам не достает мы видели кто-то из атакующих ползачитников мяч. А вот сейчас Кукули не нарвался на желтую, правильно сделал. Не нужно кормить, приставать. Все правильно сделал Кукули, в чистом подкате разыграл эту комбинацию. и мы видим, что мы видим, что Натингем пока не может пристроиться к своим чужим воротам и вот Энси Фернандес наконец-то это прессинг заработал. А тут же ему тель. Данила пытается отбрать мяч. Отбору Тяга Силова куда скуднее. А вот Элис Джеймс возвращается в оборону. И вот здесь потребуется наверняка пауэршот. Удар пооротам Донарума. Спасает он удар. И Хац на дое на подачу Суглополя. Первый главный в следующей встрече зарабатывает Натингем. Не Челси, к сожалению, потому что Суглополя проблема у Челси большая. Хацин Удой отдает не тому. Энце Фернандес мы видим. По правильным курсам двигается сейчас кто-то из игроков Челси. Но вот этот навес можно исключить на Хирмин Голазана. Хотя конечно, конечно, мы можем сказать, что любая ошибка заканчивается любым голом для Челси. Данас очень нотингем постарался и отцелил туда. Хацин Удой не вовремен отдал назад, но вернул своей команде мяч. Сантош. Это Сантош. Санкнул в итоге на передачу Марку Курейлен. И дальше удар мимо ворот. Тренер нотингем 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 посмотрел на своего нотингем и Данарум будет крутить ворот. Намбаб подлинный пятер вперед. Данил может проиграть борьбу и отдаст он мяч А вот здесь уже некие проблемы в обороне Лохенгема. С такими провалами лучше не играть Лохенгема в английском чемпионате премьер-лиге. Но есть еще Фулхем, такова, на которой борется за выживание сейчас в этом сезоне. И борется напротив Лутона и Шейфельд-Юнайтед, у которых правительство невелика. Удар поворотом! И вот здесь, молодец! Молодец, Донарума! Донарумыч пока обрел свежую кровь. И молодец в данной ситуации вновь Донарума. Умлавой в пользу Лиценгема, второй подряд. И посмотрим, что он завершится. Хацану Дуэ на подаче. Подача! И удар будет, не будет удара. И мяч забирает Донарума. И так до первого, остается меньше пяти минут. Мы видим, что главы только что подали Натингемовские футболисты. Возвращает они мяч к своей команде. Возвращает мяч Болбой к своей домашней команде Натингем. Это у нас Тахола на Хацану Дуэ. Дал передачу Эланга. Мимо Ворон! Кажется, что Сухарь оформит Донарума, но посмотрим по концовке первого тайма. Хацану Дуэ, действительно, караулит. Мы видим, удара не будет. И никто на отбор не пошел. Даже вот здесь. Даже никто на резкую смену не пошел продвигаться. Вперед и так, Мбапе как ракета убегает. Убегает с довольно хорошей силой. На веш штрафную. Нет. Две минуты добавил Крейг Коулсон. И снова блокирует ударом Бапе. Но явно не заметен в этой встрече. И со счетом 1-0 пока впереди Челси. Уходят команды на перерыв при этом счете. Вы видели, кстати, трофеи у Натингем Фореста. Кубок Лиги они выигрывали когда-то в 80-е и 90-е. До официального образования Премьер Лиги в 92-м году. Если не раньше. И давайте посмотрим статистику первого тайма. 62 на 38 владения мячом. 9-5 по ударам. 25-6 по отборам. По 4 выигранных. 12-7 по перехватам. 6-2 по сейвам. 1-0 по нарушениям. 4-0 по угловым. И только лишь один штрафной удар за некий мелкий фолик. У Натингема на первых минутах все-таки Челси забил важный гол в этой встрече, который забил, напоминаю, Николас Джексон. Судья Крейг Полсон дает звездок. Начинается второй тайм, который начнет Натингем Форест. Итак, Натингем Форест сразу же отдает передачу назад. Мы видели Эланг. И даже вперед, Эланги. Ходится за ним Гурелля. Вовремя он оттолкнул его. Но тут же потерял мяч, как мы видели. Как мы все заметили. Хороший навесная передача на Мбапе, но тут же у него отбирает мяч. Монтьель. Эланга. И сразу убегает Эланга. Вынести нужный мяч. Дальше Джексон. И Лоренце Пелегринь, который мы долго не рекламировали с вами. Ой-ой-ой-ой. Падает, мы видели. Пелегринь. Но бывает, бывает такое. Упал, надо подниматься. И продолжать игру. И снова Монтьель. Эмболу. И достает Донарума мяч. Самина готовится у... Матингема Сантош уходит. Вместо него с ангара. Шестерка классическая у... Матингема. Шестерка не в смысле шестеренка. В смысле классический шестой номер футболы. Хацанудой на подаче. И вновь. И вновь решается с флангами игроки Матингем Форест. А вот и Кирмен Лозанна. Убегает от Тафоло. Тафоло гонится за Лозанна. Наверняка штрафной на Мбапе. Удар поворотом мимо. И вновь неудачный удар со стороны Мбапе. На 57-минуте игры. Влаходима на Эмболу. Очень равная игра. Очень равная игра. Возвращается назад. Мы видели Лили Джеймс. Без нарушения правил отбирает Тяга Силлан. Дальше что у нас? Ланган. Эмболу. И вновь неуверенно. Нарушены правила. И прямо сейчас будет свободный удар в пользу Челси. А Эланг уходит с поля. Вместо него уходит Арсалини. Арсалини уходит на поле вместо Эланги. 21-й сменяет на его место снимой номер. Вот штрафный удар. Эмбола будет бить. Нет, доверяет Данило. И удар мимо ворот. Эмболу Прямо скажем, правил мимо штатный штраф. Штатный штраф. Штатный штрафных. Не доверяя. Не доверил. Не использовал доверие боевщиков. И мы видим, что только сейчас можно подойти поближе к воротам Кукуреле. Что он делает. Нарушены правила в борьбе с соперником. Лозан это сделал. А Брайтон Энхоу в гостях примет Челси. И это одна из трех последних выпусков Микс Карьера будет показана эта игра. А вообще этот выпуск можно считать четвертым из вообще последних. Оставшийся четвертый выпуск. Итак, тяга-сила. Подача. И удар будет. Не будет удара. Догоняет Дизазим. Кукуреле навешивает штрафную площадь на Бенасера. И что же дальше? Нет, борьбу не удалось сыграть. Снова Дизазим. Баппе. Удар какой! Нет! Баппе мало заметен в этой встрече. Даже его повтор удара не будем смотреть, потому что времени у нас совсем мало. Снова тяга-сила проигрывает борьбу в свою сторону. А вот дальше что? Удар поворотом Донарума. Следующие несколько минут для Челса станут важными. Хацанадои. Хацанадои будет на позиции стоять на углу поля и будет подавать. Итак, Энза Фернандес хорош Донарума. Просто красавец. Можно куда подальше вынести мяч. Нахер и глаза. И он один. Он один. Тафола бежит за ним. Удар хороший. Лохадимас. Лохадимас успел отразить удар так или иначе. отразил удар. А то Донхем тем не менее тем не менее ой ой 1-1 1-1 ничья у нас на таблое самое время нам сделать замину на позиции левого защитника Бен не удастся нам это сделать и забивает этот гол как мы видели давайте посмотрим кто это был. Это Эмбола которого мы рекламировали он забил. И то есть за ошибки Донарумы 1-1 и вот дальше удар со стороны по-моему это был Пелегринни Капитан да с Этингемом ничьяков выруй будет сложнее и выруй даже победу. Такая мизерная капля еще может проскользнуть вообще в этот раз. Снова сэйвит Донарума и вынос мяча со стороны Дизази и Херлинглазана побежал. 75 минут игры сыгран посмотрим что будет последние 10 минут игры. И тогда окончание матча остается меньше 10 минут напоминаю что ой Мбаппе не совладал с лервами и отправил мяч в аут игрокам игрокам Ноттингема напоминаю что счет 1-1 в матче с Ноттингем Форест в нашей микс карьере микс карьера конечно знавала и другие эпизоды в которых мы вырвали победу а вот здесь Дизази чисто играет Мбаппе дает передачу на своего соперника однако проконтролирую Ферсулини сделала так чтобы он не забил пока 1-1 времени все меньше и меньше все меньше и меньше итак что же получается получается что если мы выиграем этот матч ох ты какой сейф Донорумы падает тяга силы ничего страшного и валк у нас мяч и нам самое время сделать замену на позициях следующих допустим Бен Чилвал выйдет на замену вместо как бы вместо Марка Курелли Джеймс остается на месте дальше надеюсь что будем в 2 в 2 атакующих полузащитник играть тем самым мы можем оголить зону нет Фернандес так не пойдет пойдет центральную полузащиту отправим и на центральную полузащиту Фернандес Аенса а вместе с Пилигринем будет играть Марк Крой посмотрим как эта синергия отразится на на игре Челси замена Бен Аса Курелли вместо них Ройс и Чилвал Марко и Бен Марко и Бен и в общем-то замена которую предрекали все ну что ж сейчас посмотрим насколько эти полярные точки могут оказаться правильными Иванни получил отбор сейчас а вот сейчас отбор со стороны Челси Джексон пробьет гол 2-1 и лежат футболисты на Тингема это не последние минуты матча до добавленных минут еще все впереди и посмотрите как уверенно разыгрался Николас Джексон дубль на его счету после гола Эмбела дубль на счету Николаса Джексона посмотрите отбор со стороны Фернандеса тут же красивейшим ударом зашиворот пустил буквально зашиворот пускает мяч мимо Влаходимаса и молодец Николас Джексон просто молодец на его счету если прямо сейчас нам покажут больше 15 мячей в английском чемпионате премьер-лиги в бомбардирском зачете итак 6 минут добавлено 6 минут что же получается получается Хацин Удой наш друг ведущий в аренде опа неплохой сейф Донарума выдал но и пенальти не будет Хацин Удой арендованный тем самым опа мимо ворот вновь мимо ворот и голкиппер просто так не пойдет на последних минутах отыгрываться перегрине дальше Лозано Ройс может и он сейчас выберет из розыгрыша будет выбивать из розыгрыша выбивать из розыгрыша Мутингем не получилось он залез в офсайт кто-то залез в офсайт это был ее травму перед Грини сколько он будет отсутствовать наш капитан ну что последние минуты игры дадим правом Бапе забить еще один гол удар по ротам мимо но Лохадима сейвит Энце Фернандес подает на последних минутах сейчас давайте посмотрим Энце подача удар и со счетом 2-1 побеждает сегодня Челси в Мутингем Форест и вот что получается вот что получается досрочный чемпион Англии в премьер лиге который завивал дома титул в матче против Вестхэма наконец-то обрел свое высокое победное реноме Николас Джексон 2 попытки 2 забитых мяча мало заметен был Кириан Баппе и мало заметен был Марко Ройс хотя он удар в своем активе но к сожалению немножко не получилось ни у Мбаппе ни у Ройса а вот Джексона получилось 7 болов только один забил но и он проиграл Челси но Тингем конечно же расстроен смотрим перформанс Николас Джексон 8.2 балла общая оценка его и мы переходим в меню карьеры продолжим наш выпуск а тем временем Абу Ибрагим из Руха Чаржоу Лоренцо Пелегрини травмирован и через 5 дней он будет возвращен в состав Абу Ибрагим в польскую команду Руха Чаржоу Чаржоу из по-моему Польши подтверждаем его предложение в польский клуб заменим Тяга Сильви сейчас Energy Фокус Теперь травмирован Лоренцо Пелегрини но его травм не сказывается на игре спрайт но посмотрим как это будет выглядеть Ибрагим Аталу Галати Ацепул Галати режет трансфер Режет еще один трансфер и вот режим продан в Манчестер Сити На его место встанут Малагу что и Бен Чилл С 1 июля начинается с 1 июля только начинается трансфер Но Джеймс остается в команде Джеймс остается в команде нашей и соответственно замена Пелегрини капитана замена капитана вместо Пелегрини на Тяга силу Давайте кстати посмотрим что у нас с нашими командными с нашими командными составами Итак у нас ни разу не выступал у нас у нас не выступал Марко Ройс поэтому давайте мы его отправим Марко Ройса в состав а дальше кто у нас должен быть в составе Филиппе Кайседо несчастлив там же Петрович Йоргенсен центральный защитник Дэвид Вильямс Малагусто еще ни разу не сыграл в опорной в обороне кого менять-то Тауряйнена или Чуквимеку вот только Чуквимеку можно поменять на этой позиции тон с его команды очень даже вероятный изменяем в итоге капитаном Тяга силу как и положено центрального защитника Малангасара у которой пас не удался ну и Мудрик конечно мы тесним из состава и в составе у нас Кириан Баппе как известно без Пелегрини который будет отсутствовать 5 дней до начала матча с Брайтон Энгхов на Амекс Стадиум мы увидим через несколько дней в нашей микс-карьере а по трансферам давайте посмотрим что у нас произошло итак Лерой Сане Лерой Сане отправится Лерой Сане отправится из Баварии в Челси Армандо Брой Абу Ибрагим на трансферном листе Рис Джеймс продан в Манчестер Сити и без него без него ничего не не будет сладко как известно ну и Абу Ибрагим в Рух в Рух Абу Ибрагим Корзоу и отклонение продолжения от Лугалати ну и дальше дальше вот трансферный оффер 17500 таким образом получаем за трансферы 44 миллиона а в бюджете у нас бюджет у нас за апрель май все довольно таки интересно купленные игроки 622 миллиона евро а вот то что касается то что касается трансфера из Джеймса и дальше всех остальных игроков на которых мы делаем чистку состава всякое может измениться напомним что только летом придет Лерой Сане но Лерой Сане будет в другом сезоне микс карьеры в другой игре от Испорца 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 но в каком клубе еще неизвестно а сейчас мы переходим к нашему к нашей игре за женскую Барселону и вот дорогие друзья мы начинаем наш матч за женскую Барселону в лиге фемини Файнворк Барселона лидирует 63 очка 56 у Леванта ЮД 55 у Атлетику 54 у Реал Софьедада Реал Мадрид 52 очка 43 у Валенсис 39 у Мадрид Сифи Эйбар 38 у Атлетик Бильбао 35 Сивилис с которым нам предстоит играть 31 очко 25 у 21 у Спортингвелева 18 у Бетиса 17 у Леванта Лас Пальмас Гранада Вильяреал по 13 очков и выбывают они из розыгрыша из розыгрыша Лиги Фемини Файнворк Лигу Федерацион Итак давайте начинать игру Айна Коррелли Арбитр Встречи состав я вам рассказывать не буду и мы начинаем наш сегодняшний матч Итак начинается матч Барселоны Сивили Начинается он в дождь как мы видим и сейчас Калин Грехим Хэнсон атакует и разгоняет атаку Барселоны Вот тоже замыкают мы видели удар по воротам со стороны Алексея Путельсона прикрелся к ним мяч и опять неудачная игра неудачная игра состав Барселоны в воротах Панюс дальше Батле Паредес Леон Рольфо Мия Робан Мати Путелес Хэнсон Бруно и Мариона у Сивили пока мы ждем опасного момента здесь не дадут нам показывать состав Сивили а вот Сан-Педро 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 капитан капитанша Сивили женского клуба начинает подавать с угла поля давайте посмотрим Сан-Педро восьмерка восьмерка классическая у Сивили опа и Панюс второй клуба подряд зарабатывает Сан-Педро восьмерка отдает Габаро Габаро убирает Бон Мати и немножко не точно разыграли в обороне барселонские футболистки и ошибка Панюс 1-0 впереди Сивили не открывает в этом в начале нашей игры счет Барселона а Сивили это сделала намного раньше посмотрите рикошет от голкипера как известно и Джемма Джили забивает третьего 27 матчах за Сивилию в чемпианде испании среди женщин по флориге фемини файнворк а у нас продолжается игра Мариона мяч в игре выцарапает ли она мяч нет все-таки слабовато решает вот и путая лес и пробил должным образом удар поворотом и вот сейв 13 номера до ворот 19 метров это кто у нас Агуайр Агуайр время ряется 60 секунды и угловой стороны Барселоны Хэнсон подает Атермин защищает тылы Бруно встала в оборону Путеллиас ой-ой-ой-ой мяч надо обязательно опускать Сэмпедро Сэмпедро Франко Марион гонится за ней подкат был просто в сторону разницу нужно отыгрывать по забитым и промышленным и по очкам между Барселон и Левант и Юде который нынче рвется в Европу Хэнсон удар ладошками отбила Кахенова на травме у нас у нее такая микротравма сейчас была подката это и не было конечно но вот и Батле пытается переиграть и снова Панюс после пропущенного мяча забирает мяч себе в руки отдает и шевыряет тут же Батле который надо вам сказать сохранил мяч для команды Хэнсон удар решила попугать болельщиков с видя вот таким ударом пронапрессинг это Гуайр вперед на Франко Батле борется Тихенова у которой травма была только что Атермин Франко Мартин Мартан Приетто Мартан Приетто с мячом а будет ли навес неплохо разыграли Бруно для Алексея Путелес напоминаю 36 мячей в этом в этом раке будет имени Файнбург чуть не упало Алексея Путелес сохранил мяч для команды во второй раз выцарапывает ой натыкается натыкается буквально соперница Фридорино Рольфо и дальше аут сохранил мяч для команды Фридорино что же Путелес Путелес нет все таки отбирает мяч пока 1-0 впереди Севилья а проигрыш означает только одно ва-банк должна играть Барселона никак иначе удар от ворот в исполнении понес и так до прорастаться меньше 10 минут и мы видим что Калин Грахим Хэнсон подает на Фридорино Рольфо Мариона догонит мяч Марио Леон удар гол 1-1 Барселона в игре Барселона в игре и Марио Леон забивает возможно первый гол в сегодняшнем розыгрыше Лигов имени Файнворк и вот посмотрите как это выглядит смотрите навес в сторону Марио Леон до ворот не очень приличная дистанция надо сказать очень приличная это едва не близкое расстояние для голкипера таким образом Марио Леон сравнивает счет примерно за более чем 5 минут до окончания первого тайма Марио Леон первый гол в своей жизни в Лиге Феминифайнворк таким образом этих голов будет только один пока не нашла своя игра Алексей Путерес мы видим Марио неудачный Гвияро и неудачный отбор со стороны Барселоны мог бы быть важным подобрать надо мяч как может скорее Барселоне выдели активность команда до свистка на перерыв кто забьет гол в раздевалку Паредес Хэнсен Добруны мяч не дойдет Путерес удар гол 2-1 Путерес Алексия Путерес капитан же Барселоны выводит Барселону вперед гол в раздевалку забит вот еще раз Hypermotion в элиметрике повтор Ильжи у нее не очень хороший но все-таки гол она забила прекрасный что теперь можно сказать коуч Дэнджел полк довольна вот что касается тренера в Северии то немного все не так произошло сегодняшние встречи 2-1 счет 2-1 и вот Путерес побежала прессинговать но в конце концов Бунмати обережает Путерес еще один удар и сбивает бутылку и угловой зарабатывает Барселона минута добавил испанский арбитр тем не менее к основному времени первого тайма давайте посмотрим чем он завершится чем он завершится у Путерес 5 ударов у Джили 2-2 только лишь ой-ой-ой не напороться на нарушение Ирэн Паредес Алин Грэхим Хэнсен на Бруну Атат Путерес дальше пенальти назначает арбитр Раута Сивили испанский арбитр Асфалил у нас второй номер Диана в общем не разобрал по тому что мы видим но вот сейчас Мари Леон но я бы доверил Алексею Путерес этот пенальти Путерес удар без шансов 2-3-1 отыграли больше двух минут с положенной компенсированной судьей и Алексею Путерес забивает второй гол сегодня первый с 11-метровой отметки без шансов оказалось голки Перша Сивили ну и заканчивается первый 3-1 в пользу женской Барселоны а победители тем не менее бескнуются от разы потому что титул для них близко они ближе всех завоеваний титулов чемпионов испании среди женщин по футболу в лиге фемини файн женская Барселона вот результат который вы видите на экране он как раз нам показывает что не оскудела испания большими талантами среди женщин смотрим статистику 44 на 56 владений мячом 13 подбором 4-4 порвано выигранных 6-7 по перехватам 3-4 по 7 1 нарушение 1 пенальти заработан 3-2 по угловым ну а ударов всего 12-6 двукратное преимущество у Барселоны по ударам двукратное надо сказать преимущество ну а дальше вы видели что пенальти забила Алексея Путелес и первый был тоже чистый игровой ситуации Мари забила первый у Барселоны но еще первый забила Джили Кохенова на травме была в общем мы начинаем второй тайм начинается он как известно ударом помечу со стороны Севильи Кохенова которая была на травме тут же вылечилась Лямас Джили которая забила первый гол в ворота Барселоны Габаро Сэмпедро Джили совсем назад это давать Родригес Джили не очень уверенный навес и Мариона побежала дальше Бруно ну а дальше как известно никто не не прожмет Барселону так как сделает это Севилья но они проигрывают два забитых мяча сейчас в разнице ну и в общем-то ну и сейчас мы видим что Севилья пока не может отбиться и выбить из-за титульного из-за борьбы за титул Барселону но Барселона умеет справляться с нервами Алексе Путеле слов на ветер не бросает женщины решительно и забил тем самым пенальти ворота Севилья что и нам это и показало в этом повторе сейчас Путеле спрессингует она Бонджили Габаро Мартан Приетто Фридорино и Рольфа на Мариону Бруно поддерживает тем не менее атаку Алексе Путеле должен достать и пас должна достать и пас Бруно но не получается Габаро Габаро с мячом ой-ой-ой ой-ой-ой Габаро и дальше Гвияро Мариона вот и Бруно сейчас попытается пробить но и нарушает правила отчасти и без всякого мелкого фолла замена готовится Сивили Пейне Антуана Пейне вместо Кахеновы и вот Лямас на Пейне вот дальше Бонмати успевает Бруно тоже дальше будет поддавать бонмати отбор с левой со стороны Джили Мартин Прието Габаро Редригес и вот Мариона на Путеле Каролин Грэхем Хэнсон нет удар не получится удар в итоге не получится долго держит с заменой сейчас вот эту плашку и нарушение правил со стороны Сивили замена готовится сейчас или не готовится давайте кстати сделаем еще одну замену до окончания второго тайма сейчас у нас Уайш выйдет на поле вместо Патриси Гвияру пока надо сказать что Патриси Гвияру может еще и сотворить чудо вот здесь однако Гуайр в итоге дает понять что она первая на мече Мария Леон Бруно и вновь неудачно сыгран мяч остается у Сивили в этот момент вот дальше то что нарушение правил нарушение правил стороны Сивили еще одно и замена готовится у Барселоны Кера Вальш вместо Патриси Гвияру и замена в позиции опорной полузащитницы ну что ж тем не менее я считаю что последние несколько минут ой 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 бом мати что 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 затворило такой удар запорола могла бы под перекладиной просвистеть сейчас Батли и дальше Семпедро Джили Пейне Леон Хэнсен Мариона дальше Буруна до Путерис мяч не доходит и атака начинается у Сивили и так до окончания матча остается всего-то навсего меньше 10 минут и мы видим что Барселона по-прежнему ищет часть у чужих ворот Хэнсен не пробила вовремя а тем временем у нас происходит то что и должно было происходить удержание счета и лидерство у Барселоны в эту минуту пока проходит успешно но посмотрим чем это все изменится Бон Мати нет где же Кейра Уальш Мартен приеду Мартен приеду удар и понес порядке Мариона дальше на Бруну нет все-таки не удастся достать и руками сэвит и пенальти назначается в ворота Барселона уже не первый раз в этой встрече три один напоминающий счет Мари Леонс фалила и Люси Броунс выйдет на помощь у женской Барселоны замена попадет левой защитницы крайний Люси Бронс выйдет на поле и вот сейчас вот сейчас Мартен приеду удар без шансов увлеклась другой угол чуть-чуть понес и вот три-два три-два наверное Мартин Приетто забивает важный гол и надо забивать еще два мяча чтобы наконец-то разрешить все вопросы о победе Сивилии но пока Кристина Мартин Приетто забивает шестой гол в 27 встречах в Риге Фемини Файнворк чемпионат испанятия женщин по футболу а что скажет сейчас Путеллиас на эти действия Кера Уальш Бруно забегает туда Путеллиас но этот забег не был востребован может быть сейчас нет все-таки как оказалось Алексей Путеллиас выбрал худший вариант для конкретной атаки и вновь понес сейвинг как Донарума в наших играх в Микс карьере буквально сейвинг все мячи которые не прилетают и даже после промышленных мячи четыре минуты добавляет мы видели испанский арбитр кажется что Пута обещал больше наоборот меньше итак Путеллиас не получается проход в чужие ворота Вальш Бруно неудачный удар со стороны Бруно надо как можно быстрее персинговаться сейчас в Барселоне потому что счет 3-2 очень опасный счет очень скользкий и вот Путеллиас Желеп попытается обыграть всю команду соперника не достанет Хэнсен и со счетом 3-2 побеждает Барселона флаги Барселона взметаются вверх и вы видите что пока чемпионского кубка нет но мы ждем когда Леванта Юде обыграет одной соперницей в Лиге Фемини Файнворк но вот сейчас вот только сейчас мы знаем что какая-то интрига проснется в этом Лиге Фемини Файнворк а пока 3-2 в пользу женская Барселона Алексия Путеллиас дубль единственный гол в пенальсе забила Кристину Артен Приетто вот таков итог сегодняшней игры между Барселоной и Северия в Лиге Фемини Файнворк вот статистика мы не будем ее читать лучшая игра сегодняшней встречи Алексия Путеллиас героиня встречи с двумя забитыми мячами переходим в меню турнир и завершим на это наш выпуск перед матчем X между Барселоной и Левант и Юде мы сегодня расскажем какие матчи последуют дальше в мае месяце это Эйбар против Эйбара и против Валентии последние две игры так вот против Леванто и Юде мы сыграем на следующих выпусках нашей микс карьеры 66 очков у Барселоны 58 мадридского Реала 57 Леванто и Юде наших прямых оппонентов которых обогнали только что Мадридцы мадридские футболистки Реал Атлетика до Мадрид 56 на 1 очко меньше у Реал Сафидада плотная борьба идет в первой четверки команд в борьбу за Еврокубки 44 Валентия 30 42 Мадрид и Фифи 38 Уебара 36 Атлетик Бильбао 31 Севилис Тенерифе 25 спортинг голем на 1 очко меньше по 18 Леванто Реал Бетиса Леванто Гранада Велериал по 14 очков равная ситуация в борьбе за выживание между Гранадой Велериал и кто-то из них равный забитых и пропущенных пропустит меньше мячей так что ситуация в чемпионате будет интересной напомню как мы начинали сезон в Микс Каррии так мы его и завершим так мы его и завершим вот этими матчами и забитых и пропущенных напоминаю 60 у Барселоны у других команды вовсе меньше а с вами дорогие друзья мы встречаемся с вами через несколько выпусков подпишитесь поддержите лайком это видео не забывайте нажимать на колокольчик под тем нашими материалами комментируйте и слушайте нашу Микс Карьеру увидимся на футболе на следующей неделе всем пока субтитры подпишись Продолжение следует...